Организация профилактической работы с несовершеннолетними, с подростками, состоящими на учете, профилактика суицидов среди детей, наркомании. Все эти вопросы представители образования, социальной сферы и полиции обсуждали планово. Но в таком расширенном составе собрались в связи с начавшимися летними каникулами, которые, к примеру, учителя называют пятой четвертью. Для 50 тысяч специалистов края, которые имеют отношение к работе с детьми, начинается самая горячая пора. Пристальное внимание в этот период необходимо уделять не только профилактики детской преступности, но и занятости подростков, особенно трудных, причем занятости как досуговой, так и трудовой. И при этом учитывать особенности каждого, констатирует вице-губернатор Анна Менькова и отмечает, несмотря на многочисленные отчеты различных органов, число преступлений, совершенных как в отношении детей, так и самими подростками, все же растет. В том числе зарегистрировано 26 фактов жестокого обращения с детьми, 6 случаев суицида, 12 незавершенных попыток суицида. Число завершенных суицидов увеличилось с 2 до 6. Задумайтесь, коллеги. Мы предупреждали Министерство образования, сейчас особенно у нас тревожная пора, сейчас дети сдают ЕГЭ. Сейчас надо особое внимание уделять их психологическому состоянию. Потому что, конечно, уровень напряженности и тревожности, который сегодня есть, его нужно максимально снижать. Сочинские специалисты всех органов профилактики уже вооружились самыми различными методами работы с детьми, причем как с местными, так и с отдыхающими. Увеличилось на курорте и количество дворовых площадок. Мы, собственно, свои все городские комиссии уже в преддверии лета под председательством главы города Анатолия Николаевича Пахомова провели. Дали все четкие установки всем нашим службам. И главный ориентир, конечно, на качественное проведение программы лета 2015. По отношению к прошлому году, если было 121 площадка, в этом году 145. И очень много программ, в том числе финансово затратных. Это наши походы, это наши лагеря труда и отдыха, отдельная большая программа по занятости. То есть это все те программы, которые надо реализовывать, чтобы дети в летний период не оставались безнадзорными. И все условия для этого в Сочи созданы. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.